Есть два материка и авиасообщение между ними. Из любого города, любого материка... Сколько материка? Два. Из любого города, любого материка, ведет стрелочка в один или больше городов другого. В мотивации это называется ориентированный двуходный график. Представьте себе, у вас есть несколько точек стрелки. Например, отсюда сюда, отсюда сюда, ну и так далее. Теперь читаю условия. Любые два города из разных материков соединены ровно одним авиарейсом, причем только в одну сторону. Из каждого города можно вылететь в какой-то из городов другого материка. Задача. Скажите, что в таком случае обязательно найдется маршрут такого типа. Круговой маршрут длины 4. То есть 4 города, А, В, С, Д, при этом можно перелететь из А в Б, потом из Б в С, потом из С в Д, потом из Д в А. Можете еще раз читать, какая есть? Есть два материка. Есть города на одном материке, города на другом. И когда вы берете любые два города с разных материков, то стрелочка стоит в одном из двух направлений. Понятно? Двух не может быть. Ни в каком тоже не может быть. Любые два города соединены. Соединены в одном направлении. То есть когда вы берете любые два города X и Y, то можно либо перелететь из X в Y, либо перелететь из Y в X. Каждые два города соединены. Сразу как территория. Полный двудольный граф ориентирован. Задача. Докажите, что найдутся 4 города, которые вот так вот по кругу. Между любыми двумя точками, если я беру точку из одной половины и из другой, там ничего нет. Между ними есть... А где из разных... Почему половина? Из разных материков. На одном направлении. Вообще-то из один город. Тоже было. А за дозу, если дом, то как тоже будет. Нет. Двудольный граф. Слово двудольный граф означает, что соединены только из разных долей. Города может сколько угодно ходить? Да. Да, пожалуйста. Например, из какого-то города могут идти много-много-много, а в него там входить какой-нибудь... То, что вы сейчас делаете, это то, что всегда делают маленькие на математическом празднике. Они приходят, получают задачи и поднимают руки, и два часа поднимают руки. А скажите, а может быть стоит в этом условии поменять такое слово на такое? Тогда задача решать станет легче. Не стоит. Давайте я еще раз прочитаю. Между двумя материками установлено авиационное сообщение. Так, что любые два города из разных материков соединены ровно одним авиарейсом, причем в одну сторону. Из каждого города можно вылететь в какой-то из городов другого материка. Докажите, что найдутся четыре города А, Б, Ц, Д, такие, что можно лететь из А в Б, из Б в Ц, из Ц в Д, из Д в А. У нас есть условия. Я читал точные условия. Смотрите, что там было сказано. Из каждого города можно вылететь хотя бы в один город. Нет такого города, куда можно только прилетать. Из каждого города хотя бы один. А города не могут, если не могут быть? Нет, не могут. А, то есть только... Угольный граф. Да. А что нам мешает сделать из шести городов такую разницу? Ничто не мешает. Мы не знаем, сколько их. То есть вы просто нарисовали граф из шести вершин, и там все хорошо, да? Все, конечно, замечательно. Ну а вдруг их там не шесть, а шестьдесят шесть. Ты смотри, в 2020 или сколько еще. Да. Каждый из долей больше, чем два города. Больше или равно? Больше или равно, да. Да, конечно, и что. Нет, секунду. Это условие задачи. Это надо доказать. Это надо доказать. Это очень простое. Ну это да. Потому что если в какой-то доле только один город, то туда все прилетают. То туда все прилетают, и из него нельзя вылететь. Да. Можно и двести и рвать и сложить на три города. Не понял. Я не понял вашу правду. Что такое можно сложить? Сколько бы вы не показывали примеров, когда такие четыре города найдутся, это не приблизит вас к решению задачи. Не, он хочет, наоборот, доказать, что таких можно не найти. Я не понимаю. Что такое можно сведения? То, что возможно, картинка, в которой вот так хорошо, конечно, возможно. Вы вообще понимаете, что такое доказать какое-то утверждение? Это не значит показать несколько примеров, когда оно верно. Это значит доказать, что так будет всегда. Понятная проблема? Недостаточно нескольких хороших картинок. Нужно доказать, что всегда найдется вот такая штучка. Да. Да. Нужно доказать, что всегда найдется такая штучка. Вы это умеете? Я могу сказать так. А, у вас есть картинка, когда таких четырех точек? Пожалуйста, рисуйте ее. Да, пути все дрона связаны. вы понимаете, что каждый город связан стрелкой с каждым? и вот так. И вот так. Прекрасно. Что дальше? Это же из четырех? Да. Получается, что оттуда именно из четырех установлено с каждым? Да. как верхний правый связан с нижним левым? между ними должна быть... стрелочка. А вы нарисовали очень мало стрелочек. Да. Когда берете любые два города из разных материков, между ними есть стрелочка, причем либо в одну сторону, либо в другую, ровно в одну сторону. И такое хитрое условие. Из каждого города хотя бы одна стрелочка вылетает. Выходит. Требуется доказать, что есть цикл ДН-4. Такие вот четыре города. Обязательно выходит в одной области или входит тоже? Условию задачи для каждого города есть хотя бы одна выходящая из него стрелка. Умереть, это страшная штука, когда выясняется, что вы не слышите текст условия, что вы начинаете его редактировать до того, как поняли. Сначала надо услышать, о чем говорить, и уже только после этого возражать. А вы начинаете возражать до того, как да. Но если каждый город соединялся с каждым, у нас найдется четвертый. Почему? Даже если начать просто рисовать. Я не понимаю, что такое, если начать рисовать. Да, задача, это типичный пример задачи на отработку владения узким языком, на отработку того, что человек понимает, что говорит, что есть доказательства, что есть какая-то логика на рассуждении. Город и из него все рейсы идут. Что проблема? Ну, потому что мы стоим еще один такой город, и вот золотили двух городов, из них тоже там, знаете, хотя бы одно имя. Но из всех другого городов могло быть уже много-много-много-много. Представьте, мы на одном материке строим еще один новый город, и все авиалинии из него будут лететь только на другой материк, а в него прилететь нельзя. И это совершенно не противоречит слове задачи. Ну, смотрите, он построен город, но он будет вынеслять, и все летят на материк. А я из этого материка нельзя драться на это? Можно. Можно. Нет, почему нельзя? Он построил из обеих точек пути только в другой материк. Нет, еще раз, у нас, представьте, у нас была удовлетворяющая условия задачи картинка, да? И мы к ней добавляем еще один город. И все линии из этого города только на другой материк. Это ничего не противоречит. Противоречит тому, что в этот город невозможно попасть. А в задаче не сказано, что в другой город можно попасть. Так что мы и правду сказали. это говоришь там 4 города и циклы 4 городов. А там мы прибавляем и у нас циклы все равно есть. Отлично. Выходите, расскажите. Ребят, это очень важный тип ошибки. Часто именно такую ошибку допускают. Как у нас есть 4 города циклы есть 4 города и между ними есть циклы из 4 городов. Меньше 4 городов не может. 4 у нас только один город на каком-то материке то беда. что из него должна выходить линия все в него входят а все в него входят и как противоречие нет меньше 4 не бывает на каждом материке хотя бы два города есть дальше есть лично нас как минимум 4 года если нам не важно дальше следует стрелочке поняли оказывается задача вообще ну давай когда мы рисуем 4 города то там цикл обязательно есть а то что еще какие-то города ну хорошо на них внимания не обращают и все есть кто-то кто понял да пожалуйста если мы города будем соединять как-то будет подробнее например а может узнать не 4 города и потом к ним 2-5 еще города а сразу взять потому что там 8 городов мы не понимаем как устроено не обязательно условие задачи если оно выполнено для всех городов выполнено для этих четырех поймите пожалуйста задача из каждого города выходит хотя бы одна авиалиния но это свойство всей большой системы мы не уверены в том что если оставим конкретно 4 города какие вы захотели а вы фактически захотели взять любые 4 города 2 на 1 то условие задачи для этих 4 городов будет верно так есть еще какие-то мысли возьмем любой город одного из материков из него есть авиалиния которая вылетает в другой материк да это второй город да из второго города есть авиалиния которая вылетает в другой материк да из этого в этом городе из этого города есть авиалиния которая вылетает в другой материк есть такая картинка точно есть да теперь посмотрим на вот такой ответ да может ли он быть направлен вот так ну если он так направлен то задача решена да какая картинка да из этих точек кто тоже кто-то летит да что ну решения нет понимаешь нужно вот эту вот интуитивную идею превратить в решение существует да конечно потому что иначе ну как мы берем город из него ведет куда-то а из того тоже куда-то ведет такой элемент безусловно существует да из этого города кто-то из какой-то город вылетают да ну и даже может быть несколько да получается такая картинка да теперь в этот город только вылетают только вылетают поэтому есть один вылетающий да да замечательно в этот город тоже обязаны летать из-за вот такого цикла да вот и так далее конечным количеством городов мы не можем обойтись я не понял что такое и так далее и почему мы не можем обойтись конечным числом городов что конкретно ты имеешь ввиду наша картинка да состоит от нескольких точек да в одной и второй части да между которыми есть один отрезок такого типа да из этой точки стрелки во все остальные почему во все почему во все сейчас строю под граф да и доказываю что он бесконечный а по какому принципу строишь я взял точку да сказал что из нее вылетает какой-то самолет да другую часть да итак точка что такое а1 я понял из точки b1 кто-то вылетает да поэтому существует а2 да конечно построили да из а2 тоже кто-то вылетает да поэтому построили b2 это не b1 да согласен да все а1 b1 а2 b2 построили безусловно дальше посмотрим на а2 b2 оно направлено так как ты нарисовал это тоже правда теперь строим а3 как как город в который летит самолет из b2 хотя бы один из таких городов обозначим его а3 обозначили дальше посмотрим теперь на b1 а3 b1 а3 должно быть так как ты нарисовал сверху вниз да вот теперь когда я добавлю следующий город то из всех аэропортов а нет каким способом каким способом ты добавишь следующий город я возьму любой город да летит самолет из а3 поскольку в а3 из b1 и b2 прилетают то из а3 куда-то улетает да рисуй b3 это можно заметьте город который я только что построил да отлично всех предыдущих башек да конечно потому что из них летели в а3 а теперь летят из а3 в него да есть путь а1 b1 а3 b3 есть поэтому у меня может быть только такая стрелка потому что иначе был бы цикл да аналогично такая стрелка да когда в каждый момент времени у нас есть города а1 а2 а3 и так далее ан которые обладают каким свойствами если к меньше или равно л а в противном случае стрелка наоборот да ну да из а ну все все если только если отлично в которой есть маршрут из а1 рисует есть а1 добавляем да из а1 у нас раньше ничего не выходило а1 а1 каким способом как город куда можно прилететь из б1 поскольку пока у нас б1 только шли все 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 стрелки то такой город хотя бы один существует берем любой такой город и его рисуем дальше теперь берем любую бестру да из b1 и так далее bn-1 да из нее идет стрелка в а1 да совершенно верно по предположению индукции и значит и значит вот здесь такой маршрут обязательно потому что иначе был бы цикл да дальше теперь я строю b1 1 каким способом ну как путь из не путь как тот город в который есть рейс из а1 не тот город как один из тех городов который летит рейс из а1 1 да такой город есть теперь мне нужно доказать что из любого города из предыдущих ашов да в него идет стрелка да но это очевидно почему потому что надо просто вот не эту стрелку и вот эту да а вот такую а а акатая bm-1 а bm-1 да и значит из а акатова ведет стрелка да 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 поскольку вот такие стрелки да запятые уже не нужны то то вот здесь обязательно вот так верно и значит получается что для n-1 система городов появилась ну что ребят это решение кто понял что он сказал вы видите абсолютно срочно значит вы индукция потому что ну это правда очень важно да так это рассуждение от маленьких чисел к большим прошу я буду доказывать индукцию существование существование такой системы существование системы с такими стрелочками с какими из акатова стоит стрелочка bm-1 если k больше n если k больше l то да так база индукция n равно единицы это один отрезок а один в один откуда он берется ну потому что можно взять любую точку любой город в одной доле любой город в одной из долей и из него существует рейс куда то по условию задачи да дальше дальше мы строим до пусть до некоторого n мы знаем для некоторого n мы придумали такую систему придумаем ее для n-1 да то есть мы добавим две точки а n-1 и n-1 да n-1 мы добавляем как один из городов в которые ведет стрелка из bn-1 да и после этого bn-1 это один из городов куда ведет стрелка из a n-1 1 очевидно что n-1 они совпадают не с одной из ашек из предыдущих построек потому что в бене и стрелки да в бене только вели стрелки значит а n-1 новый город после этого у нас оказывается что военное все стрелки только идут есть такая система стрелочек и если у меня есть вот такая стрелка то я уже получил цикл сейчас а зачем тебе было bl почему нельзя было взять b1 ну это любая башка вот именно напиши b1 и здесь любая а вот так проще 1 напиши и тогда не будет вопроса а что это за число да да ну вот все поэтому из каждой флешки идет отрезок идет стрелка в а n-1 да да аналогично для бене стрелок хорошо хорошо так а теперь смотри это по индукции очень часто бывает что когда решил задачу по индукции после этого немножко подумаешь подумаешь и получается что индукция была не очень нужна вот это тот самый пример давайте подумаем можно ли было сказать то же самое не занимаясь вот этим строить у него появляется вершина одна за другой одна за другой вот вопрос можно ли было как-то обойтись без вот этого вот бесконечного процесса строительства давайте я посмотрю вот берем вершину произвольную и смотрим на все вершины куда из нее можно лететь по условию задачи это какое-то непустое множество согласны да отлично вот давайте сейчас попытаемся это нарисовать и мне почему-то кажется что нам станет понятие это я сейчас в основном говорю для тех кто не плохо понимает что это индукция потому что те кто понимает что индукция уже я думаю все поняли а вот для других может быть это будет полезно господа вот представьте себе у вас есть какая-то точка а и есть все куда мы можем попасть без а согласны отлично отлично здесь такое множество а есть еще точки остальные каким свойством они обладают в них не попадают они ведут в а наоборот да из этих точек все маршруты ведут в точку а отлично теперь давайте посмотрим дальше когда вы берете любую из этих точек вот эту например то вообще-то из нее выходит некоторое количество авиалиний согласны а вот дальше смотрите что происходит мы летим из а а в какую-то точку В летим из В в какую-то там точку С а вот дальше внимание А, В, С у нас уже есть теперь вопрос из точки С куда мы летим? мы летим в ту точку которая соединена с А нет нельзя потому что если бы мы с точки С летели сюда то у нас было бы что? решение у нас была бы беда потому что у нас был бы маршрут А, В, С какая-то точка и ее сюда значит сюда нельзя и не в какую-то точку нельзя а куда можно? то в ту точку В это рассасывается куда-то сюда правильно? куда да ребята это замечательная вещь смотрите из С нельзя лететь в В а значит можно лететь в какой-то куда-то но куда-то сюда можно слушайте слушайте из точки А мы могли лететь в любой из этих городов и не могли бы эти а из точки С мы можем лететь только кроме В а сюда не можем вы знаете у нас что произошло? у нас произошло сокращение возможностей вот из точки А нам были открыты вот эти города а из точки С Б запрещен и эти все тоже запрещены не знаю почему мне сейчас пришла такая вот когда удав душит мышку все понимают как он это делает? как он это делает? обхватывает обхватывает и сжимает он бы устал так делать потому что понимаете мышка она сильная она дергается он умнее мышка вдыхает? конечно удав обхватывает и не пытается давить он ждет пока мышка сделает выдох и в этот момент что? сжимается чуть-чуть сжимает свои петли после этого мышка пытается вдохнуть но он вот в этот момент изо всех сил не дает потом мышка опять должна сделать выдох потому что ей же дышать надо и таким образом довольно быстро выясняется что он ее действительно уже сжал до безобразия и она ничего не может сделать а здесь та самая ситуация из точки а выходили ребра вот сюда а из точки с пока еще никакого противоречия нет но можно выходить только сюда а в точку б нельзя казалось бы мелочи но ребята мы теперь возьмем количество горлов конечно мы теперь возьмем забудем что это была точка а сотрем здесь ее и скажем что мы начинаем с этой точки из нее можно выходить куда-то кроме города города стало меньше то же самое крутим и еще хотя бы на один город стало меньше и еще и еще и у нас так рано или поздно извините города кончится потому что на каждом этапе у нас происходит такое сокращение это такой же процесс как у меня конечно я и говорю это по сути ровно то же самое только у меня нет формально слово индукция у меня происходит уменьшение индукция это же то же самое что в любом множестве в любом не пустом множестве натуральных чисел есть не меньшее число можно идти вперед как ты шел 1 2 3 и так далее и мы перейдем за пределы а можно наоборот у нас множество и можно его сжимать по сути разумеется то же самое не 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 у Продолжение следует...